Дорогие братья и сестры, я видела тысячи людей с опущенными головами, в рваной одежде. Они были скованы цепями, шум которых мог привести к глухоте. Тогда я сказала, «Господи, что это значит?» Он ответил, «Все эти мужчины и женщины идут в ад. Среди тех, кто был на пути в ад, я увидела старшего брата моего мужа, Адольфа. Он был трудным человеком, женился и разводился, когда хотел, и проклинал Бога. Затем я начала умолять Господа позволить мне вернуться на землю и предупредить Адольфа, что он попадет в ад, но Господь не ответил мне. Я снова увидела Адольфа и его жену, идущих по туннелю. Они были на краю ада. Я снова умоляла Господа позволить мне вернуться на землю и рассказать людям о том, что я видела. Господь поднял руки и сказал, «Иди и скажи им, что время почти закончилось». Он снова сказал, «Тысячи и тысячи людей попадут в ад. Время Адольфа пришло. Он умрет». Когда я вернулась на землю, мой Шурин Адольфа не хотел менять свой образ жизни. Однажды он быстро пришел с работы домой и сказал жене, «Я больше не могу работать. Что-то мне подсказывает, что я умру». Его жена ответила, «Ты говоришь это потому, что по обыкновению пьян». Оба легли спать. Через несколько минут у нее было видение. В своем видении она увидела своего мужа и себя в туннеле, одетых в потрепанную одежду. И как они отправлялись в ад, она слышала, как Господь сказал ей, «Время для вас обоих пришло». Когда я была еще в воздухе, Господь сказал мне, «Знаешь, зачем я привел тебя сюда во второй раз?» Это должно было показать тебе, что во время твоего первого визита число погибших было меньше, чем в этот раз. Внезапно, мы с Иисусом покинули это место сначала на небесах, а затем на вторых небесах. Когда мы достигли третьего неба, я увидела ангелов, суетящихся с одной стороны на другую. Затем я спросила Господа, «Почему эти ангелы движутся?» И Иисус ответил, «Это правда, что мои ангелы здесь находятся в движении, но я собираюсь показать тебе, как земля также находится в движении. Будьте осторожны, потому что много демонов вторглись на землю. Дьявол злится на христиан, потому что у него мало осталось времени». Господь позволил мне увидеть этих демонов в ужасном гневе и сказал мне, «Те демоны, которых ты видишь, демоны прелюбодеяния, они нападут на тысячи моих слуг, и многие впадут в этот грех. Ты знаешь, почему дьявол добивается успеха?» «Из-за того, что мои слуги падают. Это потому, что мои слуги не воздают мне всей славы, они крадут мою славу и становятся гордыми. Вдобавок, их жены живут в большом духовном беспорядке, они не строили свои дома с мудростью. Я видела тысячи ангелов, которых не могла сосчитать. Многие из них были готовы к битве. Тогда Иисус сказал мне, «Теперь я посылаю эти тысячи ангелов на землю, чтобы защитить мой народ. В эти последние дни я удвою защиту. Сатана также удвоит свои атаки. Но вы не должны забывать, что я велик и могуществен. Если ты привязана ко мне, с тобой ничего не случится». Затем Иисус привел меня в другое место. Там я увидела огромный стол, окруженный золотыми стульями. На каждом стуле было написано имя, а также была надета одежда из виссона. Перед каждым стулом на столе я увидела короны. Потом я заметила, что есть стул, который больше других. Перед этим стулом стояла огромная золотая чаша. Иисус сказал мне пойти и посмотреть, что в чаше. Она была полна вина, готового к подаче. Иисус сказал мне, «Знаешь, почему вино готово к подаче? Иди и скажи моим людям, что я у дверей. Я скоро приду». Иисус дал мне весь сон и венец. Я надела мантию и корону. Потом Господь привел меня в другое место, где я видела вещи, как в зеркале. Он сказал мне, «На твоей одежде нет ни пятен, ни складок, не так ли? Никто не войдет через эту дверь и не займет место за этим столом, если он не одет вот так». Некоторые из моих людей на земле испачкали свои одежды, у других мятые одежды, а третьи отложили свои в сторону и забыли о них. Скажите моим людям, что пора им вымыть свои одежды, погладить их и забрать обратно. Христианам следует попросить Святого Духа помочь им сохранить свои одежды в хорошем состоянии, потому что Царь скоро будет праздновать брачную вечерю в царстве своего отца. Я из разведенной семьи, выросла с отцом. Моя мать была очень религиозной женщиной, что до моего отца она ни во что не верила. У меня есть сестра, которая находится в католическом монастыре, но я знаю, что Иисус скоро заберет ее из этого монастыря, и она будет проповедовать Евангелие со мной. Я много молюсь за нее. Когда я думала о жизни моей матери в этой мистической религии во время моего первого путешествия в рай, я плакала перед Господом и сказала ему, «Господь, моя мать погибла». Но я проповедовала ей Евангелие, но она не хочет послушать. Все больше и больше она цепляется за эту языческую религию. Господь ответил мне, «Я спасу твою мать, но я немедленно заберу ее домой, иначе она снова впадет в грех и попадет в ад. По этой причине, как только она обратится ко мне, она через некоторое время умрет и придет сюда, в рай». Когда я вернулась на землю, я молилась, плакала, взывала, напоминая Господу об обещании, которое он дал мне. Но я увидела свою мать, которая все больше и больше увлекалась и дала поклонством своей религии. Однажды Бог использовал моего сына, чтобы обратить ко Христу мою мать. Всего через три дня после обращения она умерла. Слава Богу! Во время моего второго путешествия в рай Господь сказал мне, «Смотри, что говорят мои уста, мои руки исполняют это». Я видела свою мать в этом прекрасном раю. Она была среди других женщин. Затем Господь привел меня в райское место. Там я увидела тысячи детей, одетых в белое, которые восхваляли и прославляли Господа. Иисус сказал мне, «Эти дети были абортированы родителями и врачами-преступниками. Младенцы, которых люди убили, пока они еще находились в утробе матери, и которые были найдены в мусорных баках и реках, находятся здесь, на небесах». Дорогие братья и сестры, вопреки тому, что вы думаете, для Господа плод – это человеческое существо с момента зачатия, с первого дня беременности. Иисус снова сказал мне, «Бернардо, работай, ибо я твоя сила». Это послание должно быть распространено по всему миру. Это послание для христиан, пасторов и для всех жителей земли, включая вас. Пусть тот, кто есть свят, продолжают оставаться святыми. В этот момент открылись врата небесные. Был красивый эскалатор, и Иисус призвал тысячи пришедших ангелов. А затем Господь проводил меня до моего дома. Когда мы вернулись домой, я увидела своего мужа и братьев-христиан, которые ждали прихода моего духа. Я посмотрела на свое физическое тело, которое осталось на земле, и сказала Господу, что больше не хочу этого тела. Господь сказал мне, «Ты не можешь вернуться со мной на небеса, потому что твое время и еще не пришло. Ты должна сначала рассказать моему народу о том, что ты видела, чтобы они могли подготовиться». Сильным голосом он сказал мне, «Войди и прими жизнь. Я есмь, воскресенье и жизнь. Тот, кто верит в меня, пусть и умрет, но будет жить». Иоанна 11, 25, 16. Дорогой друг, только что услышавши это свидетельство, я призываю вас снова обратить внимание на жизнь, которой вы живете. Как вы уже поняли, вопреки тому, что вы думали, ад – это реальность. Никакой словарный запас не может описать степень мучений в аду. Пришло время бежать от этого ужасного вечного наказания. Если вы думаете, что для вас бессмысленно каяться, потому что у вас много грехов, настолько много, что Бог больше не сможет простить их. Я хотела бы заверить вас в том, что вы ошибаетесь. Именно из-за наших многочисленных грехов Иисус Христос пришел умереть на кресте. Вы, кто считает, что прощение больше не может быть предоставлено, потому что ваш грех слишком серьезен, я хотела бы, чтобы вы знали, что кроме богохульства против Святого Духа, который является единственным грехом, который Бог никогда не простит, никакой другой грех не является слишком серьезным, чтобы быть прощенным Богом. Покайтесь! Иисус Христос, единственный Спаситель и единственный Господь, готов простить вас, независимо от серьезности вашей вины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok